Всем привет! С вами Люда Блаж-Суприм. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Мне очень приятно, что каждую среду и пятницу вы находите чуть-чуть свободного времени, чтобы присоединиться к нашему клубу «Бабкин престол» и прекрасно провести это время. Сегодняшнее видео вам точно понравится, так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чай-кофеек и погнали! Сегодня я вам расскажу про неизвестные факты о королевской семье. И, как вы знаете, когда я готовлюсь к видео, то я всегда пользуюсь исключительно только англоязычной литературой и прессой. Мне важно самой быть в оригинальном материале и не надеяться на переводчиков. Но язык — это как живой организм. Его, как мышцы, всегда надо тренировать. И самым моим лучшим помощником в этом стала онлайн-школа английского языка Wall Street English. Что мне особенно нравится у ребят — это то, как внимательно они относятся к ученикам. Предоставляют каждому персонального наставника, который курирует твое обучение, малоучебные группы, максимум четыре человека. Так увидеть и услышать преподаватель может реально каждый. В рамках онлайн-курса ты также можешь брать практические занятия с преподавателем-носителем языка из Великобритании и других стран. Это совершенно бесплатно в рамках оплаченного курса. И, конечно, наверное, самое важное сейчас — это гибкий график. Это единственная онлайн-школа английского языка в России, которая предоставляет расписание на 22 часа в сутки. Неважно, саваты или жаворонок, у каждого получится учиться в своем режиме. А еще как доказательство того, что школа думает о своих учениках, по ссылке в описании вы найдете бесплатный VIP-онлайн-урок английского и также скидку аж 30% на онлайн-курс. Даже если вы пока думаете, брать вам курс или нет, то просто ради своего интереса можете пройти этот бесплатный тест английского и понять, с какого же уровня вам надо будет стартовать. Так что желаю вам успехов в изучении английского языка, ну а мы, пожалуй, начнем разговор о неизвестных фактах о королевской семье. Будет очень интересно. Итак, начнем с королевы Елизаветы. Такой достаточно своеобразный факт. Кто-то про него слышал, кто-то, когда узнает, вообще делает круглые глаза. Королевы Елизаветы на самом деле празднуют два дня рождения. Ее фактический день рождения — настоящий день рождения 21 апреля. Родилась она в 1926 году. Этот день она отмечает как обычный человек с хэппи-бездой, с тортиком, ну, в общем, в частном порядке. Ее второй день рождения отмечается во вторую субботу июня. И все мы знаем этот парад Trooping the Colour. Это такой публичный день рождения для всей страны. Также королева-рекордсмен в том, что она является самым долгоиграющим, долгоправящим правителем Великобритании. Она взошла на престол в возрасте 25 лет в 1952 году. Сейчас королеве 95. И при общении с королевой, конечно же, есть определенный протокол. При приветствии королевы мужчины традиционно склоняют голову, а женщины вежливо делают реверанс. Сейчас, правда, также приемлемо и рукопожатие, что меня очень заботит, потому что мне кажется, что реверанс — это гораздо красивее. Также при обращении к королевой сначала необходимо говорить «Your Majesty», «Ваше Величество», а далее потом в разговоре использовать «Man». Также интересный факт, что членам королевской семьи категорически нельзя прикасаться. Вот вообще нельзя прикасаться. Но, как мы понимаем, эта часть протокола уже давным-давно забыта. И, скорее всего, родоначальницей этого нарушения стала принцесса Диана, когда она вовсю обнималась с детьми, с людьми, за руки держалась и так далее. До Дианы никто никогда не посмел бы прикоснуться к члену королевской семьи. Сейчас же, конечно, они вовсю и трогаются, и обнимаются, и целуются. И очень интересный факт, ну, это, конечно, Кейт, Уильям, Меган и Гарри с королевой все по-другому. К королеве до сих пор тоже никто не прикасается, кроме Мишель Обама. Помните эту историю, когда вроде бы как Мишель спросила, может ли она приобнять королеву? Та ей вроде бы разрешила, хотя доподлинно неизвестно, спрашивала она или нет, или просто побежала обниматься. Про подарки я вам уже тоже рассказывала, но факт остается фактом, что подарки принимать ни в коем случае нельзя. Ну, во-первых, по технике безопасности, а во-вторых, по той причине, что ты не понимаешь, уместен ли этот подарок, насколько он дорогой, насколько он недорогой, может, там миллион долларов лежит. Так вот, подарки не принимаются, но все, что присылается, все принадлежит монархии. Вот, например, если я отправила свой ободок Блаж Суприм Кейт Миддлтон, который, кстати, вы можете найти в моем инстаграме по хэштегу ободки нижнее подчеркивание Блаж Суприм, заходите, выбирайте, я там показываю видео, как они смотрятся на голове, и фотографии. У нас, на самом деле, география моих ободков абсолютно весь земной шар, и Россия, все СНГ, Саудовская Аравия, Австралия, я уж не говорю про Европу и Англию. Ладно, в общем, если я прислала Кейт ободок, то он принадлежит не Кейт, а монархии. Вот так. И именно королева решает, что же делать с моим ободком, так что вполне возможно, что на принцессе Беатрис действительно был именно мой ободок, потому что он выглядит один в один, как мой ободок, и, кстати, именно такой цвет я отправила Кейт. Кстати, может быть, королева подарила его принцессе Беатрис, но вполне возможно. Члены королевской семьи ни в коем случае не имеют права делать селфи и давать автографы. Селфи еще как-то что-то худо-бедно, ну, потому что ты не будешь по рукам хлестать людей, если они тычут в тебя камеру. А вот автографы давать категорически запрещено. Почему? Потому что подпись можно подделать, потому что ты в попыхах можешь сдать автограф где-то непонятно где, а это, там, я не знаю, ипотека на двушку в Подмосковье, как бы, да, тут уже ничего не попишешь. Но на самом деле Мэган однажды написала все-таки рукописное, ну, записку, наверное, не письмо, она написала «Привет, Кейтлин!», но ей это сошло с рук, потому что она не подписалась, не поставила автограф, ничего так. Так что, типа, мол, окей, ну, пускай у нее будет эта записка. Хотя однажды в 2014 году один мальчик что-то похожее на селфи с королевой все-таки сделал, и королева от этого немножечко даже ошалела. Почему королева не носит бежевую одежду? Факт заключается в том, что она считает, что если она будет носить бежевый, то ее никто не узнает. Но именно по этой причине она всегда выбирает очень яркие вырывы глаз оттенки, чтобы даже издалека ее видели. И говорили «О, я видел королеву!» Пускай эта королева была маленькая-маленькая-маленькая, ты просто предполагаешь, что это королева, все равно ты как бы фактически видел королеву. И вот по мнению королевы, если она будет в бежевом, то ее никто не заметит. Хотя, я думаю, что она ошибается. Также, смотрите, все паспорта Великобритании выдаются на имя ее королевского величества. По этой причине королеве паспорт не нужен, потому что она сама себе на свое имя выдать паспорт не может, в этом нет никакого смысла. Именно по этой же причине у нее нет и водительских прав, хотя машину она водит исправно, и по сей день частенько ее замечают за рулем автомобиля. Также очень интересный факт, что королева путешествует, куда бы она ни поехала, со своим запасом внимания крови. То есть с ней всегда путешествует 34 человека, включая врача королевского флота, и также этот врач берет с собой запас необходимой крови. На случай, если с королевой что-то случится, ей экстренно потребуется переливание. Вот такой вот интересный факт. Мне кажется, это такой странный, но действительно, когда ты об этом подумаешь, ты такой думаешь, ну в принципе, блин, логично. Чарльз и Камила в путешествии с собой берут запас не крови, а алкоголя, потому что они боятся, что их алкоголь будет отравлен. Чарльз пьет джинстоником, а Камила пьет вино. Но на самом деле, я думаю, что еще там у них ящичек пивка с собой, потому что они пиво хлещут, как ненормальные. Также, если вы смотрели фильм Виктория и Абдул, там очень ярко показан этот момент, этот факт из жизни королевы. Если королева за столом, неважно, королева Виктория или королева Елизавета, вообще, в принципе, это такой протокол. Если она за столом перестает есть, ну вот она наелась, она больше суп доедать не хочет, то абсолютно все за столом также кладут ложки и больше не кушают. Также это касается относительно рождественского ужина, вроде бы как в кругу семьи в Сандрингеме. То же самое, абсолютно те же правила. Если королева не голодная, там сделала два укуса, то, ну, как бы, ты тоже наелся. Поэтому, наверное, правило внутреннее у каждого члена королевской семьи. Наяривай быстрее свой суп, свою гречку с котлетой, потому что мало ли, если королева не голодная, тебе тоже не повезет. Интересный факт, что королева во время Второй мировой войны работала военным механикам. По сей день она остается единственной женщиной из королевской семьи, присоединившейся к британским вооруженным силам и единственным ныне живущим монархом, который служил во время Второй мировой войны. Еще интересный факт в том, что первые шестеро на трон всегда должны спрашивать у королевы, точнее, получать разрешение на брак. Ну, мол, бабуль, я тут замуж выхожу, ты не против, как бы, вот мой суженный ряженый. Но, по-хорошему, Евгения и Беатрисы не должны были это делать, хотя я уверена на миллиард процентов, что они также просили у королевы разрешения, потому что, ну, мы понимаем и знаем, какие у них отношения. Абсолютно точно разрешение королева давала. Также, если вы думаете, что члены королевской семьи говорят только на английском языке, вы ошибаетесь. Королева свободно говорит по-французски. Принц Филипп говорил по-французски и по-немецки. Принц Чарльз также говорит, как и Принц Уильям на этих языках. А, например, Принц Джордж и Шарлотта, как мы знаем, изучают испанц. Дальше еще интересный факт про Принца Чарльза. Он, внимание, не выдавливает свою зубную пасту. Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказывал следующее. Его пижама отглажена, шнурки на туфлях тоже. Пробка для ванны должна быть в определенном положении. Температура воды просто умеренная. А его коммердинер выдавливает дюйм зубной пасты на зубную щетку Принца. Ах, как это по-королевски! И ах, как это не вяжется с образом. Да мы такие же, как и вы, такие же обычные люди. Просто у нас есть человек, который выдавливает зубную пасту на зубную щетку. На самом деле очень здорово иметь такого человека, потому что частенько бывает, ты выдавливаешь то больше, то меньше, то она вообще в раковину падает. А так вот он выдавил чуть-чуть, так и придавил, чтобы контакт произошел. И хорошо. Также на Рождество, я уже упомянула, королевская семья собирается в Сен-Рингеме. И одна из самых причудливых традиций, это взвешиваться до и после рождественского ужина. Я представляю, какой там рождественский ужин. И это такая вот забава. Все взвешиваются, сколько он весил до и сколько он наел во время рождественского ужина. Но это, кстати, не просто так вот, забавы ради. Это обычай и традиция. И восходит она к началу 20 века, когда король Эдуард VII был обеспокоен тем, что люди не доедают. Также многие знают, что внуки, все внуки принадлежат монарху. Эту традицию, это правило, этот закон установил Георг I из-за своих плохих отношений с сыном, что, мол, его внук это его собственность. Поэтому королева технически отвечает за Уильяма и Гарри, за своих внуков. А когда Чарльз станет королем, то он будет отвечать за Джорджа, Шарлотту Луи, Арчи и Лилибет в том числе. Также интересный факт, что на Кристинах принца Луи подавали торт с 7-летней давности. Вот такая вот странная традиция. Но я знаю, что и на Западе тоже любят замораживать свадебные тортики. И кусочки, не кусочки, но, в общем, один ярус свадебного угощения кембриджских был заморожен, потом разморожен на Кристина Луи, и вот его подали в качестве угощения. Ям-ям-ям, как вкусно-вкусно-вкусно 7-летний тортик наяривать. Хотя, конечно, я предполагаю, что с ним ничего не произошло, но все равно как-то странно. Королева каждое утро в 9 утра просыпается не под будильник, не под айфон, не под петушков, а под волынку, под живое исполнение, которое под ее окнами наяривает. Не всем нравится живой звук волынки, вообще, в принципе, звук волынки, но королева огромная поклонница Шотландии, и всего, что с ней связано, и волынка, ей тоже нравится. И просыпаться под этот звук, под ее окнами, ей тоже нравится. Также есть слова члены королевской семьи, которые не используют. Одно из этих слов шикарное. Вот я могу считать себя не членом королевской семьи максимально, потому что шикарное, я использую везде и всегда. Но также они не используют такие слова, как туалет, диван, папа. Почему? Потому что эти слова им кажутся либо обычными, либо невежливыми. И последний факт, он бесконечно интересный. Принц Уильям, когда станет монархом, он станет первым за последние 300 лет монархом, который более чем наполовину британец. Британец. Чарльз, его отец, на 68% немец. Это ему досталось от принца Филиппа. Диана же, которая чистокровная англичанка, скорректировала эти гены, и принц Уильям получился более чем наполовину британец. У него 57% британской и ирландской крови, далее 36% немецкой, 3% французской, и по 2% досталось венграм, и вот что-то там другие примеси. Вот такие вот интересные факты у нас сегодня получились. Я надеюсь, что я подняла вам настроение этим видео. Я надеюсь, что я заслужила ваш палец вверх, ваш королевский лайк. Мне всегда приятно, когда вы ставите лайки, когда вы пишете комментарии, которые поддерживают мой канал, которые добавляют мне больше энергии, чтобы я работала дальше, больше и лучше для вас. Спасибо большое, что остаетесь со мной, спасибо большое, что остаетесь с моим зрителем, но мы обязательно увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok